Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Беларуси и представители ЧВК Вагнер в декабре 2023 года продолжали обучать белорусский спецназ и военных. В отчете аналитиков Института изучения войны указано, что независимая белорусская мониторинговая группа сообщила, что какое-то число вагнеров продолжают работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси, торнадо, шторм и тайфун. Кроме того, российские боевики работают с личным составом 51-й артиллерийской бригады Беларуси и с курсантами на факультете внутренних войск Белорусской военной академии. Также эксперты указали, что Россия продолжает отправлять в Беларусь миллионы боеприпасов. А что это значит? Путин все-таки надеется, что белорусская армия уже сапогами войдет в войну в Украине. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что единственный сопротивлянт этому процессу — это, собственно, сам Лукашенко, которому совершенно не хочется ввязываться в эту путинскую историю. И много раз ему явно удавалось отбрехиваться от этого дела, но он тоже понимает, что рано или поздно это случится. Конечно, вагнер, который остался в Беларуси, — это вот не те самые языки, набранные со всех зон России. Это вот тот самый спецназ, действительно, который воевал в Африке, в Сирии и так далее. И чаще всего это боевые офицеры с боевым опытом, которые по тем или иным причинам оказались в ЧВК «Вагнер», но зачастую потому, что они имели проблемы с законом, случайно или осознанно, тем не менее. Ну, то есть это вот такой вот идеальный абсолютно контингент для военной тренировки. А безбашенные, без будущего и без прошлого, при этом с прекрасным боевым опытом, такие настоящие солдаты удачи, которые тренируют вялых белорусских силовиков. Но тем не менее, тем не менее, понятно, что Лукашенко приходится этим заниматься. Во-первых, потому что он с самого начала встрял в эту историю с Пригожиным. Сейчас мы понимаем, что его роль была, мягко говоря, далека от ключевой. Но тем не менее, он в неё ввязался. Я так понимаю, что он был прижат к стенке, некуда ему было деваться. Теперь он эту историю вынужден продолжать с этими лагерями тренировочными и с этими головами, которые, на самом деле, тоже их надо куда-то девать. Они не приживутся с новыми хозяевами Африки, потому что это главное управление разведки российское и внутреннее. И они не уживутся, конечно, с Росгвардией, куда подались остатки ЧВК «Вагнер» с заключёнными уже во главе с сыном Евгения Пригожина Павлом. То есть они влились в Росгвардию на оккупированных территориях. Но это, в общем, бывшие внутренние войска. То есть это, в общем, менты. Поэтому здесь не может быть и речи о том, чтобы профессионалы туда вливались. И деваться-то бы большому счёту некуда. Только Беларусь. Поэтому здесь такое, я бы сказала, взаимовыгодное слияние двух лун. С одной стороны, пригожинского наследства, такого настоящего пригожинского наследства. И с другой стороны, Лукашенко, которому эти головы, я думаю, что именно об этом думают. Пригодятся, прежде всего, они внутри страны. Он, конечно, человек, который навсегда боится повторения 20-го года. И он запомнил это навсегда и прекрасно понимает, что мирно он не уйдёт, никуда он не уйдёт. И что в любом случае, да, он выжиг всё огнем и мечем у себя внутри страны. Но ведь он выжигал-то довольно давно. И всё равно выросло поколение, которое его не испугалось. Да, большинство сейчас уехали. Вырастет ещё поколение. Беларусь будет свободной. Тут и говорить нечего. Ну вот, Лукашенко готовится заранее уже с помощью головы из России и из Вагнера. Ещё и указы подписывает, где его нельзя судить, якобы, после его президентского срока. Вообще, если в целом говорить о том, что Лукашенко до последнего как-то пытается отвязаться от этой войны, то есть он говорит, что готов быть переговорщиком, но в то же время он в каком-то смысле, даже не в каком-то, он помогает Путину, да, он разместил ядерное оружие на своей территории. Это для чего? Это для того, чтобы пугать Запад именно? Ну вы знаете, в общем, совершенно нежданно-негаданно вдруг в мире стало на одну ядерную державу больше. Это Беларусь, которая, в общем, не занималась ядерными программами. И вдруг ей просто подарили комплект ядерного оружия. Это дорогого стоит. Потому что, конечно, статус ядерной державы, его на базаре не купишь. И вот Лукашенко вот это вот досталось. Я думаю, что Владимир Путин ещё 20 раз спросит Лукашенко. Собственно, некоторые услуги за это дело. А самое-то главное, что мне кажется, что Путин никогда эти ядерные поголовки назад не получит. Уж если уж отдали. Потому что нынешняя Беларусь — это не Украина начала 90-х, которая, в общем, мутапештский меморандум, все поверили, что мы расстаемся друзьями, и отдали ядерное оружие. А потом выяснилось, что не существует никаких договоренностей, по крайней мере, с Путиным. А что Путин? У меня там не было, это не я. Со мной никто не договорился. Вот и всё. Поэтому, глядя сейчас на то, что произошло, на то, что произошло с ядерным оружием, которое было размещено на территории Украины, было украинским, никто сейчас добровольно не отдаст. Потому что не Путин, это какой-нибудь ещё д**к вырастет в соседней стране и попрёт на тебя. А тут всё-таки уже есть ядерное оружие.